Продолжение следует... 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 остался я один на горизонте ребята спускаются один потому что замыкающий в нашей группе что можно сказать о стволе то есть с горизонта можно анализ сделать больше скорее всего ствол скипок литьевой то есть здесь и катали породу по стволу и клеть с людьми с вагонетками тоже ездила судя по рельсам так как был заезд в клеть для вагонетки клеть здесь была по-любому ствол конечно ну бывали хуже но не очень лестница не везде есть полки такие вот полочки полки шахтные куда можно было оставать ногами их сейчас нет там отверстия такие балки ничего нет они были деревянные поэтому все сгнило со временем и остались только железные балки рельсовые проводники тоже как бы говорят что здесь серьезные грузы катались ну а там переливной так сказать водоотлив то есть делать резервуар куда вода вся стекает и потом выкачивается обратно на поверхность то есть допустим с 600 горизонта до 600 метров насосу будет очень тяжело качать воду аж на поверхность но это реально хорошее давление такое то есть будет проще скачать перекачать воду на 70 метров там на 100 буквально в резервуар и другой насос перекачивает уже выше на такое же расстояние ну как бы логично так ладно я остался один сейчас я собираю свои вещи и спускаясь вниз к ребятам тут у нас двухлитровая бутылка воды оставили на горизонте на залазе воду чтобы не таскать ее наверх с собой так как это вес это все расход сил на этот вес мы оставляем их на горизонте чтобы поднялся попил водички и полез дальше вот здесь шла погрузка на вагонетке возможно там не осталась порода тут такая штора самодельная ладно это рудоспуск это рудоспуск это рудоспуск ого да глубоко глубоко грибочек видишь я тут? да здесь были люди двенадцатый тринадцатый год и даже шестнадцатый хотя доступ сюда ну если мы пришли из ствола сверху здесь доступ очень сложный сигареты нож консервные банки бутылки ладно идем дальше идем дальше шпоровали вот такую штуку я не видел еще так не отсюда не отсюда смотри ступеньки это что то похоже да ступеньки ой бля ага еще этот смотри 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 да 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 а на первый горизонт этот измел этот наверно это ведет на первый горизонт тебе не кажется? нет сильно плоско на подэтаж прилипает жестко опа смотрим что там блин сейчас сапоги с меня снимут без фонаря пошел посмотреть без фонаря пошел рудоспуск ну это не зря здесь лежит ну короче борода идем дальше о сидит вот красавица блин а мышка? мышка уснула смотри опа разветвление ого слышишь я уже обгрузаю не могу налево смотрите пожалуйста есть перевес налево тупик вроде бы с мусорником каким-то а туда есть ход там тупик а что надо сходить а вдруг там газ там может быть они тупик может быть что свал? поворот поворот вроде бы поворот вроде бы ты наверное поймешь все это? да да мы будем бежать отсюда орд да? да это походу на орд хотя смотри вроде тоже перемычка да? нет уверен? или просто это это а там налево ничего нет? нет ну ладно я меняю это да все возвращаемся я посмотрел там ничего нет а там? да типа забой ну да возвращаемся забурник кто-то оставил забурился и согнул капец тут вроде идти можно более-менее нормально но тяга идет да? да все идем на воздушную тягу внутри рельсы даже есть перемычка и они нифига вот сюда будут перетащили разбутывали это могла камера гаситься когда шли и разлетели кстати могла да камера гаситься ну или что-то вон ставим налево налево тупик забой прям? нам прям дальше обвал а ну сейчас надо, Ванек, закинуть что-то в рудоспуск по-любому так ты ногами руки ногами а ну тихо все я лезу скидывать кирпичи Игорь нет Ого, если честно не понять прилетело или что не прилетело. Да слышишь ни хрена себе. Давай еще раз, я просто в ту стену попал. Да все равно оно, сыпучка хорошая. Ого, то я даже думаю больше чем 100. Да, я тоже уже так думаю. Давай дальше немного пройдем. А ну-ка. Вот не нравится, мне тяга была побольше. Пошла. Туда, да? Туда. А тянет отсюда. С камеры тянет. Надо чуть-чуть вернуться. Ну пошлите туда пройдемся. Наверное с камерой там. Там туда нема смысла, да Игорь? Да, да. Я не знаю, тянет туда. Давай идти, давай идти. Давай пройдемся, может там тоже камера. Я не с вами. Пошли пройдем. Пошли пройдемся, посмотрим. Пошли пройдемся, посмотрим. Ой-ой-ой, тут заколы. Заколы, заколы. А где сколько? Да вот тут. Ладно, все уходим. Там где маленький, там большой. Уходим. Уходим. Камушек? Камушек. Ровненький такой. А что-то это не камушек, это крепежек вообще, а? Не знаю. Стремно. Игорь, знаешь что, а тут тоже камера идет? Походу, да. Да, да, камера. И на следующем горизонте мы к ней придем. Ну только снизу. Ну, не прям снизу, я думаю. Рудоспуск. В камеру тоже видел. Короче, все-таки камеры иногда бывают пипом. Да. Устарелыми, а это... Ладно, стрёмное место. Так, вещи иногда в шахте странно разложены. Нож. Там обвал. Тут кабельные держатели, крепеж. А тут... лагерь. Капец. Тут ребята жили. Просто жесть. Ботинки. Чай. Чай Нурин, не реклама. Сразу говорю. Ничего я не рекламирую. Дата производства. Пятое. Точнее, май 2016. Годен до май 2018. Годен до май 2018. Основной рацион. Да, вот сейчас будет наглядный пример того, что происходит с вещами в шахте. Абсолютно различные вещи. Туалетная бумага. Выцвевшая. Опять-таки. Тут были батарейки. Часы. Время застыло на 7 минут седьмого. А тут на 2 часа. Время. А там почти полдевятого. Тоже чай. Зажигалки. Удивительно. Ушные палочки. Антисептические. Какой-то гель, крем, сигареты. Тут ночлежка. Типа ночлежка. Тут спали. Ну, честно говоря, спать в таком месте не знаю. А это, как бы, зачем накрывать, да, допустим, над матрасом. Потому что мелкие камушки, вода капает. Все это, короче говоря, будет человека, который тут спит. Палатка. Тоже палатка. Ё-моё. В плесени все. Не знаю, спать тут тоже как-то. Ну, во-первых, спать прохладно. То человек, наверное, решил в палатке, ему тепло. Вода в башмаках. Капец. Резина. Штаны резиновые. Идет дальше. Они тут сушили одежду свою. Шахту. Резина. Резина, резина. Чтобы лазить по стволу. Единственный вопрос. Как они ушли, оставив резину? Они что, без резины ушли? Непонятно. В ствол только с резиной можно выходить. Иначе будешь мокрый. Они ее оставили. Такое впечатление, будто они здесь остались где-то. Прячутся. Сгущенка. Тут типа чай. А это картошка, не картошка. Не знаю. Зато рюмочки есть такие маленькие. Капец. Справа рудоспуск. Слева рудоспуск. Капец. То проваливается, то проваливается. Вот такой вот почти 200-й горизонт В этом углу когда-то был стволовой клеммы а это у нас а это у нас лебедка вполне еще живая такая трос ну здесь трос нагмотан на барабан думаю метров 100 есть точно а то и более думаю более 100 метров точно есть карабин и блочок да тут миска с водой ну а можно вам увидеть веревка такая туда цеплялся этот блочок и спускали поднимали то что им нужно далее идет тупиковая выработка там далее она подзатоплена такое ну и ворота сейчас я покажу поближе ворота в клеть вот такой вот интересный горизонт много вопросов к этому горизонту но мы сейчас спускаемся ниже ребята уже спускаются я замыкающий жду оставляем здесь 5 литровую баклагу с водой ну и все в принципе готово мешок с веревкой оттуда мы пришли и спускаемся ниже лестницы как я и говорил чем ниже спускаешься тем лучше лестница да сейчас пол третьего ночи жутко хочется спать костер в шахте кровать я не знаю короче это самый жесткий потанец ну наверное я не знаю я даже слов не тоже не могу подобрать мы спустились на четвертый горизонт это примерно 400 метров здесь можно было выйти на ту буровую камеру которую мы нашли ранее настолько она огромна именно из нее тянуло холодным воздухом от чего мы все замерзли вскоре мы услышали как со стороны горизонта доносится какой-то глухой звук мы поняли что кровля той огромной буровой камеры понемногу отпадает со временем она будет погашена мы приняли решение выбираться и это был самый тяжелый период в нашей экспедиции нужно было на себе вытащить 400 метров веревки наш мангал сейчас будем выбрасывать его в шахтный ствол давай, он горячий пошли ого тут разнесли ничего себе стволяку а там еще метров 300 в шахтный ствола да блочок ого коренная порода ствола оставляем шубину гостинец как всегда и идем на выход блин, она килограмм 70 наверное, той больше, да? можно теперь перевесом все, пошла все, пошла все, пошла да как-то тихо она упала какие искривали? медный кабель был такой артефакт достали из шахты конечно проблематично было его вынести потому что у нас очень много снаряги типа такой не вся по-моему, ель нет сейчас я покажу еще да вот вторая часть снаряги мешок с веревкой мешок с веревкой мешок с веревкой мешок со снарягой и там тоже мешок с мешками мешок с мешками типа защита от воды костюм порванный система аккумуляторы каски и лопата все еще здесь пролежала гривна на залазе никто не взял значит никому не нужна значит здесь никто не ходит пусть лежит дальше кирка вообще красавица подарок от шахты итак приехал я сюда спустя месяц когда мы тут спускались в этот ствол набросали камней самое интересное что тяга поменялась то есть раньше воздух заходил вовнутрь сейчас оттуда тянет поэтому слышно запах шахты немножко такой земляной запах повышенная влажность у залаза ну вот здесь вот гривна гривна которая пролежала месяц заросла немножко травой хотя сейчас уже глубокая осень вот такой вот был спуск в шахту я не скажу что он был самый тяжелый но тем не менее мы очень устали мы хотели спать мы были мокрые по-моему белка лазит нет птичка она белая понял ну что до скорых встреч я думаю мы с вами еще увидимся с вами был Игорь Белов всем пока игорь Белов